Добрый вечер! Это его выбор должен быть, но все потому, что домихайловская эпоха в нашей семье – это эпоха без Бога, а все Михаилы служат Господу, и поэтому мы, собственно, для того, чтобы эта ситуация продолжалась, называем своих сыновей Михаилом. У меня младший сын Матвей, ему 4 года, и он недавно меня спросил, а почему, папа, ты меня не назвал Михаилом? Я говорю, сори, мэн, ты третий, и уже старший получил свое имя Михаила. Это Матфей, это тоже, я ему говорю, это человек Божий. Мы его хотели Мартином назвать в честь 500-летия реформации, но потом узнали, что Мартин – это тот, который принадлежит Богу Марсу. А Михаил – это, или Матфей – это человек Божий, а Михаил – это равный Богу. Короче, слава Богу за наших детей, хорошие такие моменты. Друзья, я, собственно, с Днепропетровской области сам родом, может, слышали такой город Днепропетровск, длительное время я учился в Запорожье, 9 лет, пока не защитил там PHD, и потом стал преподавать в Киеве, а живу во Львове. В общем, такая жизнь очень специфическая, в основном говорим на украинском языке, на украинском языке говорим, но стараемся говорить на русском. Я не поддерживаю львовской такой идеей, что когда Бог сбросил дьявола на землю, Он его сбросил на Москву. Там есть такая версия. Я этой точки зрения не придерживаюсь, поэтому спокойно говорю на русском языке. Может, Роман тут вам кое-что большее об этом рассказывал. Не, он хорошо себя вел. Отлично. Я, друзья, хочу сказать, что мой такой лозунг по жизни, вот я его вначале сегодня кому-то сказал, он очень простой. Не говори все, что ты знаешь, но знай все, что ты говоришь. Не говори все, что ты знаешь, но знай все, что ты говоришь. Поэтому у нас есть много чего, о чем поговорить, но в эти дни, вот сегодня вечером, завтра днем, и воскресным днем, когда у нас будет богослужение, здесь мы будем говорить на тему миссия церкви в прошлом и настоящем. Мы с вами поговорим о предназначении церкви, как церковь осмысливала себя на разных этапах, и больше сфокусируемся на нас сегодня, конечно, чтобы нам не остаться там и тогда. Нам надо жить здесь и сегодня, и это очень важно. Собственно, мое первое образование я историк сам, и PHD я защитил по истории пятидесятничества, потом перешел в философию, как раз по направлению, которое называется теологи. И специализируюсь на исследовании пентакостал-теологи, пятидесятнической теологии, ее исторических, ее, собственно, там, социальных и других измерениях. И, ну, иногда приходится, конечно, не обязательно быть в классе. Мой отец всегда мне говорил, что преподаватель без служения, то же самое, что суп без кастрюли. Вы можете представить, чтобы суп существовал без кастрюли? Поэтому служение, оно всегда тебя позволяет вот так как-то конкретизировать все, о чем ты думаешь и о чем ты говоришь. Ну, это в двух словах о своей жизни. Вот я был восемь лет пастором, потом пришел к выводу, что сидеть на двух стульях седалища не хватит, поэтому надо было выбирать между наукой и пасторством. И я увидел, что есть большое потенциал и необходимость сегодня в науке. И, к сожалению, не так много людей ею занимается. Поэтому вот мы развиваем разные проекты, двигаемся с Божьей милостью, и Бог дает благодать по мере нашей веры и нашего продвижения. Итак, наша тема называется «Миссия церкви в прошлом и настоящем». Я хотел бы, чтобы вы вышли отсюда зажженные для совершения христианской миссии. Моя задача не в том, чтобы засыпать или заполнить сосуд содержимым. Моя задача – зажечь факел. Не просто засыпать сосуд содержимым, а зажечь. И я помню одного своего профессора, который сказал, ты не будешь все знать, но если ты получишь достаточно мотивации для самообразования, значит, я свою задачу выполнил. И по большому счету мы сюда приходим не для того, чтобы все знать. Сегодня насколько много информации, что здесь у нас на жестком диске не хватает места, чтобы это все знать. Но мы должны быть зажжены, у нас должно быть достаточно мотивации, чтобы заниматься познанием. В основе нашего курса я хотел бы положить два текста из Священного Писания. Вот немножко мы завтра исправим эту ситуацию, вы будете видеть больше. А сейчас немножко вам надо будет напрягаться. «Иисус же сказал им вторично, пишет Иоанн, «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас!» Сказав это, дунул и говорит им, «Примите Духа Святаго, кому просите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Друзья, кто из вас читает Библию, вы знаете, что книга Библия – это книга о миссии. Слово «миссия» на латинском языке, на латыни – это слово «миттере», то есть посылать или быть посланным. В Библии этого слова нет, потому что Библия не писалась на латынском языке. Аналогом слова «миссия» в Библии есть слово «апостольство». Что такое апостольство? Это посланничество. И когда мы говорим о миссии в Библии, мы говорим о трех актах миссии. Первый акт миссии – это когда Отец на землю посылает своего Сына. Иисус здесь говорит в этом тексте, и Иоанн это записал, «Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас!» Иисус – это Личность, которая была послана с небес, и мы даже такое поем, «Он для нас и нашего спасения с неба сошел». Иисус – это первый миссионер, Иисус – это совершенный миссионер, Иисус продемонстрировал нас вот эту теологию воплощения. Но на этом миссия не закончилась. Второй акт миссии совершился в день Пятидесятницы, когда Отец и Сын посылают Духа Святого. Дух Святой приходит на эту землю, его работа была многогранной до дня Пятидесятницы, но в день Пятидесятницы что-то произошло, и он наполнил учеников. И третий акт миссии – Святая Троица – Отец, Сын и Святой Дух посылает Церковь. Отец, Сын и Святой Дух посылает Церковь. Итак, друзья, вся книга Библии – это книга о миссии. Иисус – первый посланник, Дух Святый – второй посланник, Церковь – это третий посланник. До XVIII века в теологии вот это слово употреблялось только касательно личности и в Троице. Но с XVIII века пришло убеждение, что Церковь тоже посланная. И сразу я хотел бы спровоцировать вас и сказать, Церковь не может посылать миссионеров, потому что она вся послана. Церковь не может посылать миссионеров, потому что она вся послана. И как тот, который посланный, может кого-то еще посылать? Это Бог посылает, Он посылает всю Церковь. Церковь включена в процесс посланничества по всему миру. Второй текст, на который я хотел бы обратить внимание, который актуален для нас, хотя не всегда Церковь считала, что этот текст определяет ее повестку дня, это знаменитые слова Иисуса, которые записал Иоанн, Матфейб, извините, в 28 главе. И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я поверил вам, и сея с вами во все дни до скончания века. Аминь. Друзья, как этот отрывок называют в Библии? Великое поручение. И вы знаете, что Матфей начинает свою первую главу с словами о том, что Иисусу нарекут имя Эммануил, что значит с нами Бог. И заканчивает Матфей свое Евангелие словами «И сея с вами во все дни до скончания века». У Матфея Иисус Эммануил в начале книги и Иисус Эммануил в конце книги. И когда мы смотрим на великое поручение, есть такая ошибка думать, что оно начинается со слова «идите». Это неправда. Великое поручение начинается со слова «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Почему это важно, друзья? Потому что господство Христа легитимизирует или делает законной нашу миссию. У меня есть новость для вас. Иисусу не дано 51% власти, а дьяволу 49% власти. Иисусу дано 100% власти. И когда мы это верой понимаем, когда мы это переживаем и исповедуем, наше отношение к миссии меняется. Самое главное, вот весь в великом поручении, первая весь, Иисусу дана всякая власть. И прежде чем ты пойдешь куда-то, ты должен понять, кому ты служишь, какой масштаб его служения, какую силу, какую благодать и какое посланничество он дает для тебя. И вот это господство Христа легитимизирует наше посланничество. Второе здесь, если великое поручение начинается со слов господства Иисуса, значит и весть для других людей наша должна прежде всего быть, что Иисус Господь. Наверное, вы заметили, что людям Бог нравится как Иисус и не нравится как Господь. Иисус в переводе что означает это имя? Что Jesus означает в переводе? Молодежь. Спаситель. Иисус Спаситель. И когда мы говорим о Нем как Спасителе, мы подразумеваем, что нам нужно спасение. Это не Иисуса надо спасать, это нас надо спасать. И в этом случае мы инструментализируем Бога, мы делаем Бога своим помощником, средством для нашего спасения. Но, прежде всего, Он Господь. Если бы Он не был Господом, Он бы не смог быть Спасителем. А когда мы говорим, что Он Лорд, Он Господь, это подразумевает не то, что я использую Его как инструмент или средство. Это подразумевает, что я должен войти под Его законы. Я должен войти в Его правовую систему. И людям Он нравится как Спаситель, а как Господь не очень нравится. Но это первая вещь. Ранее церковь, прежде всего, говорила, что Он Господь. И если мы занимаемся миссией, значит, прежде всего, мы утверждаем господство Иисуса Христа. Когда ты занимаешься миссией, ты делаешь Его имя известным. В послании к римлянам апостол Павел пишет, и как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога. Греческое слово «не прославили», не сделали Его имя известным. Люди, которые занимаются миссионерством, избрали миссию как способ мышления и действия, они прежде всего утверждают «Господство Иисуса». А потом уже говорят о том, что Он Спаситель. Первая вещь по отношению к этим людям должна состоять, что Он Господь. Потому что если мы будем говорить о Нем только как об Иисусе, люди будут инструментализировать Его, люди будут использовать Его для своих целей. А на самом деле, друзья, Он царствует. Ему поклонятся все. Он имеет власть на небесах и на земле. Он имеет власть всюду. А потом уже Он Спаситель. И когда мы так представляем Иисуса, значит, первая вещь к погибающему миру должна быть, что Он Господь. Почему это важно? Потому что сегодня многие скажут, так Мухаммед еще есть, есть еще Конфуций, есть еще Лао-цзы, есть еще другие личности. Почему их не надо слушать наравне с этой личностью? А все потому, что они не являются господами. Вы помните Фому? Когда ему открылось это, когда он понял это, Иоанн пишет церкви конца первого века, которая шатается под влиянием Римской империи из-за того, что кто Господь? Императоры объявили себя господами. И вот Фома, он говорит, Господь мой и Бог мой. И это первая весть к этому миру. Господство Христа легитимизирует наше посланничество. Мы не самозванцы, мы не просто люди, которые сами себе что-то выдумали, мы служим тому, которому дано 100% власти, и это ободряет меня. Я не знаю, как вас, но вот когда ты понимаешь, что ты представитель самой великой личности во вселенной, у тебя плечи расправляются, у тебя улыбка на лице появляется, у тебя шаг ускоряется. Как Давид пишет, расширяется этот шаг. Почему? Потому что ты не просто представляешь какую-то личность в земном измерении, ты представляешь его. Слава ему за это. Вторая мысль с великого поручения состоит в том, что здесь есть четыре глагола. Посмотрите на них. Идите, научите, и дальше крестя и уча. Когда мы читаем текст оригинальный, мы видим, что в повелительном наклонении есть только слово научите. То есть, когда мы куда-то идем, слово идите, оно скорее описывает не то, что мы идем, а активную позицию церкви. Сегодня для того, чтобы мусульманина найти или человека, который не знает Бога, не обязательно куда-то далеко идти. По большому счету, если первая церковь должна была пробивать какие-то тропы, чтобы дойти к людям, то сегодня садишься на самолет, и за 10 часов ты оказываешься в другой части мира. И то, что ты куда-то пошел, не сделало тебя миссионером. Вот есть такой фильм интересный, и называется «Операция Арго», который рассказывает об освобождении американских разведчиков в Иране. И там такой сюжет есть, когда захватывают исламисты власть в Иране, едет представитель ЦРУ освобождать их, и как там интересно показаны, как сегодня границы в мире можно чувствовать. Когда ты летишь в самолете, ты границ почувствовать не можешь. Но когда ты в Иран влетаешь, ты их почувствуешь. Самолет летит в швейцарской компании, этот ЦРУшник едет на нем, и стюардесса берет микрофон и говорит, «Наш самолет вошел в воздушное пространство Ирана, теперь заказ спиртных напитков запрещен». В мусульманских странах нельзя спиртные напитки пить днем, поэтому, когда самолет влетает туда, стюардессы, согласно международного права или вообще обслуживающий персонал, перестает давать спиртные напитки. И потом, когда он освобождает вот этих всех шестерех сотрудников посольства, они вылетают назад на самолете, и она объявляет, «Наш самолет покинул воздушное пространство Ирана, заказ разрешен». И я к тому, не к спиртным напиткам, а к тому, что границ нету. Границы можно в самолете почувствовать только таким образом. Я вот, когда говорил о Львове, у меня друг один есть, говорит, «Как только мой самолет туда на восток летит, у меня что-то начинает зажимать такое, и только он назад начинает возвращаться, Днепропы рассекая, расправляются плечи, становится намного легче». Как вы чувствуете границы в самолете? Когда мы идем, когда мы меняем место дислокации, это не делает нас миссионерами. Нас делает миссионерами тогда, когда мы начинаем учить. Буквально мы должны читать этот текст так, «Когда вы идете, научите, крестяя и продолжая учить». Главная часть в великом поручении это научите, это очень непросто. Можно пойти, можно сменить место жительства, можно сменить место дислокации, но если мы не способны научить, а сегодня мы будем говорить, что людей интересует, по большому счету, не весть, вестей слишком много, людей интересует вестник. Если бы Бог хотел людям просто дать весть, Он бы на небесах написал такими огненными буквами, там, «Покайтесь, иначе погибнете», а потом еще три раза гром грянул, как у вас тут в прошлом году с этим землетрясением. И вот землетрясение продолжится, на небесах было бы написано, если вы не покаетесь. И, конечно, люди бы сразу обращались, каялись, но Бог по-другому действует. Он не использует аргумент силы, Он хочет использовать силу аргумента. Бог не использует аргумент силы, Он использует силу аргумента. И когда мы говорим о силе аргумента, мы говорим, что надо научать. Знаете, когда дети растут маленькие, и они еще что-то не понимают, мы используем аргумент силы. А когда они подросли, нам надо использовать силу аргумента, потому что у них, они уже имеют определенный уровень мышления. То же самое Бог, когда Он смотрит на нас, Он видит, что мы свободные личности, созданы по образу и подобию Его. И поэтому Он хочет научать, а не пугать. Он хочет формировать, а не рушить. И так дальше. Но когда мы смотрим дальше на этот текст, мы обнаруживаем, что энтузиазма хватает, чтобы пойти. А чтобы научить другого, надо самому быть наученным. Энтузиазма хватает, чтобы пойти. Знаете, есть такие люди, которые просыпаются с утра, у них есть драйв, они хотят куда-то идти, они хотят что-то делать, но если у тебя есть драйв, это неплохо. Но чтобы научить другого, тебе самому нужно быть наученным. Когда-то ранее писяднический миссионер в Солс-Анджелесе поехал в Африку. Он перед этим пережил опыт крещения Духом Святым. Он чувствовал, что надо ехать. Он мог прожить без пищи. Он молился. Он искал Бога. Но когда он начал проповедовать, и в Камеруне на богослужении у него уверовал мужчина, и вместе с ним уверовало его девять жен, потому что это страна, или общество, в которой многоженство. И он говорит, вау, там мне баптисты в Америке говорили, что надо в семинарию пойти, прежде чем в Камерун ехать. Он говорит, какая семинария? Христос скоро приходит. Надо Духа Святого получить, идти до края земли, спасать людей. Но оказывается, что энтузиазма хватает, чтобы пойти. Он, правда, пишет в дневнике этот миссионер, что Дух Святой вразумил меня. Я ему запретил жениться десятый раз. Но разрешить эту проблему необходимо иметь какое-то представление о семье, о божественном представлении, портрете супружества и так дальше. Энтузиазма хватает, чтобы пойти. А чтобы научить самому, необходимо быть наученным. Итак, друзья, когда мы говорим о миссии, мы говорим об отношениях внутри Тройцы. Когда мы говорим о миссии, мы говорим об утверждении господства Христа. Когда мы говорим о миссии, мы говорим, что первая весть этому миру состоит в том, что Он Господь, а потом Он Спаситель. Он не последний, не последняя надежда, Он единственная надежда. Он не последний путь, Он единственный путь. Ибо нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Это имя Иисуса Христа. Когда мы пойдем дальше, друзья, в этом нашем рассуждении, мы увидим, что, к сожалению, современная церковь, я сейчас не говорю о какой-то исторической церкви, там, ортодокс, черч, или католической церкви, мы говорим о евангельской церкви. Она демонстрирует не самую лучшую статистику. Посмотрите на эту статистику, если вы что-то увидите. 46% евангельских христиан ощущают ответственность за донесения евангелия неверующим. Меньше половины евангельских христиан, они чувствуют ответственность, что их касается другая нужда. Второй момент. Меньше 10% утверждают, что строили отношения с другими людьми, чтобы привести их к Иисусу. Меньше 10% евангельских христиан строят отношения, чтобы привести человека к Иисусу. А как его привести, если с ним не будет отношений? Еще один момент. Только 4% христиан считают свидетельство о Христе главной целью своей жизни. Каждый 25-й считает свидетельство главной целью своей жизни. Еще один момент. Только 1% славянской молодежи видит себя миссионерами на постоянной основе. Вот, может, кто-то слышал о Маленфесте? В Украине есть такой фестиваль. И там несколько парней провели большое анкетирование на 3000 молодых людей. И среди многих вопросов там был вопрос. Кем ты себя видишь в служении в Царстве Божьем? Опросили 3000 людей. 44% написали, что видят себя в пении и в музыкальном служении. Почти половина молодежи в Маленфесте хочет петь и играть. Пасторами себя видят 2%. Миссионерами себя видят только 1%. Друзья, я не против быть в церкви, где хорошо поют и играют. Но я против, я не хочу быть в церкви, где нету миссионерства. Потому что, если мы потеряем вот этот аспект, наши песенки нам не помогут. И как они, познавши Бога, не прославили Его, как Бога. Слово «не прославили», не сделали Его имя известным. И вот кто делает имя Божье известным? Миссионеры, служители Божьи. Те, которые поют, они тоже делают Его имя известным. Но как? Ты хочешь петь, но не хочешь Его делать имя известным вне молитвенного дома. Тебе нравится сцена, а за сценой об Иисусе ни одного слова. Это не для нас. Еще одна статистика, которая меня удручает. Только 20% миссионеров утверждают, что они были направлены на служение по местной общине. Для 80% миссионеров это личная инициатива. Вот есть 10 миссионеров. Двое из них направила церковь. Что это значит? Что за них молятся, их поддерживают, им посылают команды для усиления, их финансово суппорт производят. А 80% говорят о том, что это личная их инициатива. Знаете, эту новогоднюю ночь я провел в компании одного брата, которого зовут Эд, и он с женой миссионеры в Африке уже 6 лет. Они живут 8 месяцев в Африке, 4 месяца в Украине. Я спрашиваю, как твоя церковь к этому относится? Он говорит, никак. Говорит, мне в моей церкви дают проповедовать раз в году, и вот, говорит, мы уже 4 месяц в Украине и будем скоро возвращаться в Африку. И пастор меня спрашивает, а ты когда уже едешь? Другими словами, это не является, его миссия не является видением церкви. Это его личная инициатива. И тогда у нас рождается вопрос, а зачем возникла церковь? И кажется иногда, что церковь страдает от тяжелой амнезии. Она забыла, зачем она была создана. Страдает, вот украинское слово такое, «Забудь куватись». Слышали такое слово? Склероз пришел в церковь. Она забыла, зачем она была создана. Она была создана для великого поручения. Если бы не было того великого поручения, церкви не нужно было бы существовать. Мы здесь, потому что у Бога есть какие-то планы касательно нас. И в нашей церкви всегда говорят, наш девиз 4 слова. Спас я сам, спасай другого. Если бы у нас не было задачи спасать другого, нас бы Господь уже давно эвакуировал с этой земли. И поверьте, на небесах даже лучше, чем на Аляске. Вы верите в это? На небесах даже лучше, чем в United States. Если бы у нас не было задач здесь как церкви, мы бы здесь не провели ни одной минуты лишней бы. Он бы в свое присутствие забрал нас туда. Билли Грэм написал в 20 веке, не упадая в дерзость, скажем, что до сотворения человека Бог был одинок. И вот момент мы здесь, потому что Он хочет, чтобы мы послужили другим. И, конечно, вот этот момент надо преодолеть. Есть, конечно, факторы, которые повлияли на восприятие вот Евангельской вести или в целом христианства в мире. Почему мы сегодня сталкиваемся с понятием миссионального кризиса? Очень кратко пять причин. Первая причина это развитие науки. Вы знаете, что 200-300 лет назад люди не чувствовали себя самодостаточными, чувствовали себя уязвимыми, они хотели принадлежать комьюнити, они хотели принадлежать к христианству, потому что они были уязвимы. Сегодня наука позволила людям быть самодостаточными. Вот я даже смотрю, насколько вот процессы происходят. В Вашингтоне, откуда я сейчас прилетел, упал снег самый большой за 70 лет. И к чему это привело? Это привело к тому, что соседи друг с другом познакомились. Когда снег упал, и надо было как-то выбираться с домов, а у людей очень часто нету дома ни лопаты, никаких других средств, они начали знакомиться с соседями, потому что вот это обстоятельство, оно заставило людей общаться друг с другом. Машины стали застревать, остальные стали останавливаться и выталкивать эти машины, помогать людям, спрашивать, как дела. Знаете, когда наука развивается, она делает нас самодостаточными по отношению друг к другу и по отношению к Богу. И дальнейшее развитие технологий приводит человека к чувству того, что он неуязвим, что у него все окей, и что ему никто не надо ни по вертикали, ни по горизонтали. Но на самом деле, друзья, мы осознаем, насколько человек несчастен без Бога, насколько человек несчастен без другого человека, потому что индивидуалисты, эгоисты это самые несчастные люди, поверьте мне, друзья. Но те люди, которые имеют общение с ним и общение друг с другом, это благословенные люди. Но развитие науки формирует идею, что тебе никто не нужен, что ты сам себе глава, тебе достаточно использовать какое-то средство и оно удовлетворит все твои потребности. Это не так. Я был сейчас в такоме, смотрю, моего каза наняту в церкви. Я говорю, что ты не пришел на мою проповедь? Он говорит, как не пришел? Я сидел на першей лавце, кажу. Кажю, ну какие перши лавцы? Кажю, я включил монитор и спереди не видел ни одной головы. Я говорю, ну окей, ты слушал послание, но ты не общался с другими людьми. И вот сегодня так много людей, сидящих на первых этих рядах, но мы говорим об общении с ними друг с другом. Другая предпосылка современного кризиса это дехристианизация западной цивилизации. Мы понимаем, что на западе дела в духовном смысле не слишком хороши. Вот представьте, есть знаменитая пентакостал комьюнити, которая называется Ассэмблиас ГАД. 80% пятидесятников Ассамблеи Божьей находятся на глобальном юге или в странах третьего мира. Как это третьего мира? Маджоры страны третьего мира. И только 8% Ассэмблиас ГАД находятся в Европе в Западной и в Северной Америке. И тут попробуй пойми сегодня, что является миссионерской колыбелью, а что является миссионерским полем. Что произошло? В 16 веке протестанты хотели вывести Бога за пределы культового сооружения. Но в начале 21 века оказалось, что Бога нет ни в церкви, ни вне ее. Мы недавно были в Голландии и когда один профессор говорил о том, что менонитов таких верующих в Голландии в начале 17 века было 15%, а сейчас 0,008% мы спросили, а куда же делись менониты за 400 лет? А он говорит, а менониты в хороших дорогах Голландии, а менониты в мостах Амстердама, а менониты инвестировали себя в высокие социальные гарантии, в систему страховки. То есть, о чем идет речь? Что люди, которые были верующими, они реформировали Голландию, но постепенно сама церковь угасла. Вот это удивительно. Протестантизм, поднял экономику, социальную сферу Западной Европы, а экономика и социальная сфера постепенно похоронили протестантизм. Это удивительное наблюдение, но это факт. И известный социолог Освальд Шпенглер еще в 1918 писал о закате Европы. Он утверждал, что западная цивилизация состоялась благодаря христианству, ее упадок связанный с упадком христианства. И в 2011 Ангела Меркель в Германии скажет, проблема Германии не в том, что в Германии сильный ислам, проблема Германии в том, что в Германии слабо христианство. Новое мощное религиозное движение возникает на месте кризиса или упадка прежнего движения. Третья предпосылка миссионерского кризиса это потеря христианства абсолютного большинства по отношению к общему населению Земли. Посмотрите, пожалуйста, если вы не видите все в двух словах буквально. На 1800 год в мире было 978 миллионов человек, меньше 1 миллиарда. Из них 700 миллионов было христиан, то есть больше 70 процентов было христиан. На 1900 год в мире было чуть больше полтора миллиарда, людей. Из них 1,1 миллиарда было христиан. На 2000 год в мире было 6 миллиардов людей, а христиан было 2 миллиарда. На 16 год 7,4 миллиарда, 2,15 миллиарда христиан. То есть количество христианства возрастает, но по отношению к общему населению Земли это неумолимо падает. Если 200 лет назад было больше 70 процентов, то сегодня меньше 30 процентов. Но если разобраться, друзья, нас даже количество не должно интересовать. Нас должно интересовать другое. Наша сила не в количестве, наша сила в глубине наших убеждений. И мы будем говорить об этом подробно в эти дни, о том, что глубина наших убеждений, вот что интересует Бога. В Ветхом Завете есть такой момент, когда Гедеон собрал там 30 тысяч людей, а Бог говорит, слишком много для меня. Слышите? Слишком много для меня, говорит Господь. Нам иногда кажется, что нас мало, наша сила не в количестве, наша сила в глубине наших убеждений. И нас может не должно интересовать, сколько будет христиан, хотя это тоже нас интересует, нас должно интересовать, каким будет христианство в 21 веке. Еще один момент миссионального кризиса это усиление общественного расслоения. Если говорить просто, богатые становятся богаче, а бедные становятся беднее. Это не просто на уровне отдельных людей, семей, это на уровне целых обществ и даже государств. Я недавно встречался с одним шведом, и я его спросил о его дедушке, который был известным миссионером Индонезии. И я спросил его, почему он не стал миссионером? И этот миссионер и этот внук миссионера мне говорит, я буду с тобой искренне. Когда мой дедушка служил в Индонезии, разница между жизнью в Швеции и Индонезии была небольшая. Но сегодня, говорит, между Швецией и Индонезией огромный контраст. И поэтому моему дедушку было намного легче поехать в Индонезию, чем мне. И он был искренен. Швеция стала богаче, Индонезия стала беднее. И миссионер, ему надо намного больше заплатить сегодня, чтобы оставить свою комфортную жизнь в одном месте, на миссионерское призвание в другом месте. Мало того, друзья, это формирует совсем другое отношение друг к другу. Мы перестаем друг друга понимать. Чтобы вам было понятно, в Украине однажды встретился богатый человек с бомжом. Кто-то знает, кто такой бомж? По-украински говорят бесхатченко. То есть тот, который бесхатый. Да, без определенного места жительства. И вот бомж говорит богатому, я уже три дня не ел. А богатый говорит, так ты себя заставляй, заставляй. То есть он даже понять не может, почему этот человек он три дня не ел. Понимаете, когда люди двигаются в своей жизни, у них есть свой достаток, они даже не могут представить, какие нужды есть у другого человека. В славянской культуре говорят сытый, голодному не товарищ. Потому что если человек сытый, ему очень сложно понять голодного. Мне понравилось, как церковь Чикаго собирала помощь для Африки. И прежде чем ее собрать продовольственную, они свою церковь тридцатитысячную посадили на пять недель на пост Даниила. Тридцать тысяч людей кушали только самые такие простые вещи, без мяса, без ничего. И говорит пастор, что на пятую неделю они поняли голодных. Когда ты пребываешь в состоянии удовлетворения, очень интересно, что в Америке, согласно последней статистике, 40% продуктов открывается не открывшись. Или выбрасывается не открывшись. Можете представить такую цифру? 40% продуктов так и не открываются. Их покупают, особенно на определенные праздники, и потом их выбрасывают. И люди бедные, люди в странах третьего мира, они не могут понять, как это может быть. Богатые становятся богаче, бедные становятся беднее. Это влияет на то, что люди друг друга не понимают. Мало того, уже покойный президент Израиля Шимон Перес недавно перед смертью своей незадолго сказал интересную фразу. Он говорит, что значит, когда богатые страны помогают бедным странам. Он это выразил по-еврейски. Он говорит, это происходит так. у бедных в богатых странах забрали и дали богатым бедным странам. Вы поняли, что такое международная помощь? Это когда у бедных в богатых странах забрали и отдали богатым в бедных странах. И если разобраться глубже, мы это видим. Вот это расслоение происходит. Люди друг друга перестают понимать. И очень сложно, когда приехал христианский миссионер на шикарной машине, к человеку, который где-то в джунглях. И друг друга понять сложно. А мы говорим, что он для нас и нашего спасения с неба сошел. И он даже не притащил с неба дворца никакого. И не стал жить здесь в совершенном каком-то месте. Поверьте, друзья, если бы Иисус родился даже во дворце в Иерусалиме, контраст между небесами и землей был бы огромный. А он в каком городке, который даже на карте Римской империи не сыскать было. Но он там родился и он пришел и стал таким, как мы, для того, чтобы приобресть нас. И это нас впечатляет. Скажи слава Господу. Это так меня всегда ободряет, когда он входит в мои положения, а не требует того, чтобы что-то в этом смысле было по-другому. И последний момент, связанный с кризисом, это постмодернизм. Постмодернистский вызов, с которым мы сталкиваемся. Мы знаем, что эпоха мировоззренческая сегодня называется постмодернистская эпоха. Кто из вас слушал романа Соловья, он мог об этом говорить намного больше. Если говорить коротко, современная эпоха, она придумала очень простые тезисы. У каждого своя правда, у каждого свой Бог. Если раньше люди искали больше информации и знания, сегодня они ищут отношения. Если люди раньше считали, что где-то есть одна истина, сегодня они говорят так, я смотрю в свое окошко, ты смотришь в свое окошко, и ты прав, и я прав, главное, чтобы ты не говорил, что то, что ты видишь в своем окошке, это все, что есть. Сегодняшние люди говорят о том, что мы на пути к познанию Бога, мы его познать не можем, наш разум ограничен, и тут есть и позитивы в этой эпохе, но есть и проблемы. Одно из первых проблем это отрицание объективной истины и недоверие к тем, кто утверждает, что знает ее. Это то, что называется в науке релятивизм, учение об относительности истины. В постмодернизме есть только одна абсолютная истина, которая состоит в том, что абсолютной истины не существует. И вот эта идея, она подмывает и размывает идею христианства как пути и Христа как единственного пути к Богу. Второе, что несет эта идея, это скептическое отношение к любой власти. Современник не воспринимает власть ни на уровне государства, ни на уровне общества, ни на уровне церкви и даже на уровне семьи. Я вам больше скажу, я вот посмотрю на Америку больше и вижу, что сейчас здесь опасно сейчас рождаться белым мужчиной. Лучше родиться женщиной, лучше родиться не белым или родиться гомосексуалистом, прости Господи. Почему? Потому что эти права этих людей больше всего защищены. И это результат того, что поменялось отношение к властям. раньше посмодернисты говорят, что власти держали людей подчинение, потому что они считали, что они имеют знания определенные. Но после Второй мировой войны мир понял, что наука и разум не приводят человека к радости и счастью. На самом деле это может быть проблемой, когда я утверждаю, что я прав, все остальные неправы. Это может развязать мировую войну. И здесь есть и позитивы, и негативы, но негативы это скептическое отношение к любой власти. Еще один момент, это поиск настоящего смысла жизни не в знаниях, а в отношениях. Современнику неинтересна еще одна весть. Ему интересен вестник. И мы говорим, что он не просто на небесах написал нам послание, он сына своего послал, который родился от жены и подчинился закону. Иисус жаждет отношений. Когда у тебя есть отношения, ты сможешь передать информацию. Когда у тебя отношений нет, даже если ты будешь бегать за прохожими и говорить им об Иисусе, недостаток отношений ведет к тому, что мы не можем передать весть. Люди сегодня принимают весть только от того, кому доверяют. Поэтому сначала стань другом, а потом говори об Иисусе. И это современное общество, оно ищет не новых знаний, ему важны отношения. Четвертый момент. Отрицание общепринятых правил морали. Считается, что морально то, что приводит к взаимовыгоде. Вы, наверное, слышали, вот здесь такая азбука прагматиста. АБВГД на русском. И говорят АБВГД. То есть мы сегодня живем в эпоху, на которую говорят так друзей нет, есть только попутчики. Можете представить эту фразу? Друзей нет, есть только попутчики. Когда человек мне выгоден, он со мной. Когда он перестает мне быть выгоден, я делаю канцел для этого человека. Это современная эпоха, когда человек удовлетворяет свои потребности и не думает ни о ком извне. И понятно, что церковь не имеет права так жить. На основании этого общепринятые правила морали отбрасываются. Морально то, что выгодно. Еще один момент. Считается, что истина плюралистична, то есть она не едина. Она зависима от социальных условий. У каждого своя правда, у каждого свой бог, у каждого своя истина. И ключевые ценности этой эпохи равенство, терпимость, социальная справедливость, мир во всем мире и забота об окружающей среде. Это те ценности, которые нравятся современному generation. Начиная от равенства и заканчивая заботой об окружающей среде. Я был недавно в одной стране, в Дании, и пастор там рассказывает о том, как их церковь выросла. И говорит, ты знаешь, церковь не росла до тех пор, пока мы не ввели новое служение. Служение, консультирование для людей, у которых умерли собаки. И говорит, ты знаешь, тут в Дании, когда человек умирает, обычно родные не переживают сильно, кто-то всплакнет чуть-чуть, но это не трагедия. Но если собачка умерла, это кризис серьезный. И поэтому мы, говорит, этот момент поняли. И мы подняли служение душепопечителей, которые идут к людям, у которых умерли собачки, они с ними работают, и вот наша церковь наполнилась такими людьми. Я не знаю, как вы отнесетесь, конечно, славян свои отношения к собакам, славяне говорят, чем больше я люблю людей, чем больше я узнаю людей, тем больше я люблю собак. Но обычно эта любовь даже не проявляется в том, чтобы собаку в дом запустить, хаймерзна на дворе. А здесь совсем другое отношение. Конечно, тут глубже идея. Идея в том, что Христос на Голгофе выкупил не только человека, он выкупил все творение. А значит, вся экология тоже выкуплена, потому что как бы все проклято в Адаме, а во Христе все искуплено. Не все эту точку зрения поддерживают, особенно в Восточной Европе. Но эта идея попадает вот под те ценности, которые исповедует современный мир. Когда мы говорим об этих элементах кризиса, друзья, мы должны понимать, что в истории были времена и потруднее, и слова Христа, которые сказали, я создам церковь, и врата ада ее не одолеют, они все равно сбывались. Поэтому наверняка нам надо не пугаться, а двигаться вперед. И перед перерывом еще две идеи. у нас будет небольшой брейк, чтобы можно было немножко освежиться разумом и так дальше. Когда мы смотрим глубже в экклезиологию учения о церкви, мы обнаруживаем следующую закономерность. Посмотрите, пожалуйста, на эту закономерность. Чем дольше существует церковь, тем меньше она помнит о своем изначальном предназначении и больше фокусируется на самосохранении. Еще раз. Чем дольше существует церковь, тем меньше она помнит, зачем возникла и больше сфокусирована на самосохранении. К сожалению, чем, когда мы смотрим на эту вот прогрессию, мы видим, что сразу идет рост церкви, потом церковь забывает, зачем существует и постепенно умирает. Такая история известная. В Германии построили мост в 19 веке в одном городке. На мост надо было нанять охранника. Когда наняли секьюрити, ему надо было давать зарплату, поэтому наняли бухгалтера, который выдавал секьюрити зарплату. Потом бухгалтера надо было контролировать, чтобы он не присвоил себе деньги, поэтому наняли администратора, который контролировал бухгалтера. А потом в говерменте забеспокоились, чтобы мост не отделился в отдельную организацию, и там возникла специальная должность заместитель мэра по делам моста. Потом пришла ситуация, когда деньги стали заканчиваться, финансовый кризис, и надо было оптимизировать расходы, и кого-то надо было уволить. Как вы думаете, друзья, кого первого уволили? Первого уволили охранника, и вся вот эта настройка, которая возникла над ним, она потеряла свое предназначение. Но если разобраться, очень часто эта настройка продолжает существовать, непонятно зачем. Когда мы говорим о церкви, мы говорим о том, что она возникла ради других, она возникла для того, чтобы исполнить великое поручение, но, к сожалению, чем дольше существует церковь, тем меньше она помнит, зачем она возникла, и больше фокусируется на самосохранении. И в этом смысле очень справедливая вот эта табличка. Обычно церковь проходит три этапа. Первый этап называется этап миссии, это то, зачем церковь возникла. Второй этап называется институционализация, это организационное оформление церкви. А ну скажите это слово институционализация. Вот на английском легче сказать. Знаете, я первую свою проповедь сказал из первой книги про Липоменон, мне было девять лет, и я не мог этого страшного слова выговорить. Поэтому я говорю, братья и сестры, буду сегодня читать из первой книги Парлимпомпом. Но затем, когда ты очень часто проговариваешь вот это слово, оно легко, то же самое со словом институционализация, это организационная оформленность церкви. И потом приходит третий этап, это этап выживания или дезинтеграции, распада церкви. Посмотрите, на этапе миссии церковь ориентирована на будущее, она руководствуется видением, она фокусируется на обществе, и она растет за счет новообращенных. На этапе организационной оформленности или институционализации церковь ориентируется на сегодняшний день, она руководствуется уже не видением, а программами, она фокусируется на проблемах церкви, лозунгом на этом этапе церкви являются слова делайте добро всем, а наипаче своим по вере, и четвертая она растет за счет переходов из других церквей, а как не перейти в эту церковь, если тут дбают про своих по вере, а потом на третьем этапе выживания церковь ориентируется на прошлое, если в вашей церкви преобладают такие нотки, вот то було, вот то Дух Святый Диев, вот это Бог совершал дела, не то, что сейчас, это говорит о том, что церковь, она вступила в этот период, у нее есть что вспоминать, но она не практикует этого сегодня, она руководствуется уже не видением, не программами, а структурой, она фокусируется даже не на себе, а каждый верующий сфокусирован на своих проблемах, ты его спрашиваешь, о чем молится ваша церковь, а он говорит, я не знаю, о чем церковь молится, я знаю, о чем я молюсь, индивидуалистические потребности стали более важными, нежели церковные, тем более общественные, и рост отсутствует, или есть такое понятие, может, кто-то из вас слышал его, аббревиатура на русском языке, которая называется ДВР, ДВР, кто такой ДВР, дети верующих родителей, в чем их проблема, они родились в этапе выживания церкви, они только слышат, они не видят, им говорят о красивых пробуждениях, но и им не предлагают их пережить, если есть ДВР, наверняка есть РОВД, что такое РОВД, дети верующих родителей, это родители верующих детей, эти родители верующих детей, которые находятся в этапе кризиса церкви, они тоже переживают о своих детях, они думают как быть, они смотрят на часы вечером, куда же мой сыночек, что он так долго не приходит, их можно понять как родителей, но ключевая проблема не в родителях, проблема в том, чтобы дети верующих родителей, они стали детьми небесного отца, а это не всегда одно и то же, к сожалению. И у нас еще в Украине есть такие понятия как БМВ, это более-менее верующий, есть еще ДСП, это дети старших пасторов, это особая, особая каста, и это только в Днепропетровской области есть еще одно уникальное явление, называется дух. Дух это давно уверовавший христианин. речь идет о людях, которые постоянно повторяют, что они 50 лет в церкви, они 45 лет приняли водное крещение, но когда ты смотришь на их зрелость, на их поступки, ты понимаешь, что это давно уверовавший христианин. Все бы было, друзья, так смешно, если бы не было так грустно, потому что вот эти аббревиатуры, они говорят об определенной симптоматике, они говорят о том, что церковь, она вошла вот в этот период, и ключевой вопрос, можно ли с этого, с этой колонки вернуться в первую колонку, можно ли вспомнить то, зачем возникла церковь, и наука говорит, что в большинстве случаев нет, чтобы новое поколение вошло в обитованную землю, надо, чтобы старое поколение что сделало, это тяжелая вещь, каждый день похороны, представляете, ты идешь в обитованную землю, и каждый день похороны, кроме того, ситуация состоит в том, что по большому счету, говорят экклезиологи, ну извините, я максимально открыт с вами, у каждой церкви есть свой срок, термин придатности, а как это термин придатности, ну это не просто срок годности, это, ну да, годности в принципе, придатность, это не только годность, это, когда церковь актуальна, существование, эффективного существования, влияния, так происходит, что община, которая могла быть 50 лет назад эффективной, через 50 лет становится неэффективной, мало того, современные американские экклезиологи говорят об этом феномене, который называется нон-деноменейшн, и они говорят, что пик нон-деноменейшн церкви 4-5 лет, за 4-5 лет она может спуститься, ну, если кто-то из вас слышал о церкви Марс Хилл в Сиатле, был период, когда эта церковь охватывала тысячи людей, потом пришел конец 14-го года, вся церковь распалась, 15-го года она больше не существует, самая большая церковь, которая была в Сиатле, нон-деноменейшн они существуют как вспышка, но если возвратиться к идее, к сожалению, или к счастью, даже не знаю, в каждой поместной общине, в каждого служителя есть свой срок годности, это как картошка, которая попадает в землю, ее задача родить новый картофель, но когда приходит новый сезон, вы же не берете старый картофель и не садите его, потому что он уже отдал свою силу, по большому счету в истории, церковь, она влияет на окружающее поколение, но чтобы повлиять на будущее поколение, должна прийти новая церковь, вот посмотрите, ни одна церковь не прожила от дня Пятидесятницы до сегодняшнего дня, ни одна поместная община, вы не увидите полной преемственности, как бы там другие ортодоксальные церкви об этом не говорили, но христианство живо, в Ефесе было там десятки тысяч верующих, но к пятому веку этих верующих в Ефесе практически не было, у Джона Весли было шесть-семь тысяч последователей, прекрасная церковь в середине восемнадцатого века, вы сегодня приезжаете в Англию, вам покажут табуретку, с которой Джон Весли проповедовал, потому что он маленький был ростом, с табуретки проповедовал человек, вам показывают хитон, который он одевал во время проповеди, вам Библию кожаную Джона Весли покажут, вы спросите, а где церковь? А церкви нет, вот, Весли повлиял на восемнадцатый век, или точнее его поместная община, там Чарльз Пержин, кто-то слышал такую фамилию? Метрополитен Табернакл, церковь в Лондоне в 1884-м имела 15 тысяч последователей, сегодня вы приезжаете, там полиграфическое издательство, а спрашиваете, где церковь? Эта церковь повлияла на английские реалии конца девятнадцатого века, она подняла поколение служителей, они поехали по всему миру, они подняли десятки-десятки церквей, но сама община, это как родители, хотим мы того или нет, мы как родители будем стареть, и мы дальше будем жить в своих детях, не хотелось бы это, конечно, признавать, что вот так происходит, то есть, мы понимаем, друзья, что поместная община не вечна, но она максимально должна повлиять на окружающее поколение, она должна послать миссионеров, точнее, вот вся церковь послана, но она географических миссионеров посылает, она должна исполнить свое предназначение, вот если умирать, то с музыкой, друзья, если, как Симеон, вот сегодня праздник этого, как он называется, встретения Господнего, пятнадцатого февраля, помните Симеона из второй главы Луки, мы будем говорить о нем завтра, и он говорит, ныне отпускаешь раба твоего по слову твоему с миром, я видел одного профессора в университете, который 43 года отдал коммунистической партии, коммунистической партии, и потом коммунистическую партию запретили, кафедру истории КПСС закрыли, и ему под 70, он всю жизнь отдал этому, чтобы узнать в конце жизни, что это все не туда, и что он отдал время не тому, он рано вставал, поздно просиживал, ел хлеб печали, чтобы услышать в конце слова напрасно, но Симеон, когда берет Иисуса на руки, он говорит, ты отпускаешь раба твоего с миром, почему, потому что я не зря жизнь провел, я в старости увидел, и вот нам каждому придется уйти с этой земли, рано или поздно, тут в этом тоже есть свой нюанс, все хотят на небо, но никто не хочет умирать, вы сталкивались с этим? Но рано или поздно это произойдет, но если это уже произойдет, мы должны уйти с миром, с чувством выполненного долга, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец права. Друзья, извините, что я у вас такие вот мысли сейчас сдвинул этой серии, когда пессимист говорит, хуже быть не может, а оптимист говорит, может, может. Когда мы говорим о христианстве, у нас не может быть плохого. Мольтман, известный антиолог, напишет, если ты представитель гонимой церкви, мысли себя не категориями гонимой церкви, мысли себя категориями торжествующей церкви Иисуса Христа. Когда ты увидишь будущее, которое открывается перед церковью, твое отношение к сегодняшнему изменится. Мы очень часто ведомы нашим прошлым. В этом смысле Богослов говорит, нет шансов только для дьявола. Если он тебе будет напоминать о твоем прошлом, напомни ему о его будущем. Но если ты сегодня в трудностях, на свои ситуации надо посмотреть глазами торжествующей церкви Иисуса. И что произойдет? Произойдет сегодня твое изменение к тем обстоятельствам, которыми ты встречаешься. Ты увидишь, что это не есть тупик. Это не есть стена, которую нельзя пройти. Господь царствует, поэтому у нас великое будущее. Давайте мы на этой ноте сделаем брейк.